всем привет ну что ж я как всегда начинаю видео с машины приехали с романом я покормила мальчишек поделала там какие дела сейчас хочу поехать поехать помыть машину потому что машина в ужаснейшем состоянии что внутри что снаружи сначала еду мыть машину пока дождь не начался помою машину потом планы такие съездить закупиться заехать в хермес отправить посылки мои лежат что еще что еще хотела она в лидл закупиться да вот так вот ну а там дальше посмотрим что еще много мне не надо самое основное хлеб мне нужен купить нужно купить бутылки сдать этом с собой взяла целую эту сумку большую еще заехала сейчас нужно вещи у меня катаются со мной как всегда я вам не говорила но уже неделю катаются вещи со мной я и ромкины вещи с давидкиными перебрала и мешочек там закинула мне так катается быстренько его выкину все от вещей избавилась бугажник багажник полупустой но не полупустой обманываем вас нет там еще одна сумка надо ее отдать с вещами посылочки всякое такое меня уже тут подъезжаю к мойке быстренько сейчас машину помою потом уже дальше будем двигаться ехала в лидл ну что вышла я с лидла закупилась погодка немножко конечно изменилась подпортилась тучки ветерочек ну чё ладно покажу вам сколько я всего купила закупилась на 129 евро на 750 я сдала бутылок сейчас поставлю камеру и быстро вам покажу что ветер я не знаю будет вам мешать наверное заранее извиняюсь я сейчас постараюсь по быстрому чтобы вас сильно не этого не тревожило ветерочек постараюсь по-быстрому все разбить все и показать вам цены я не буду вам говорить так как я если честно сильно не всматривала с них но потом если что пропишу если не забуду дыньку купила такую 1 99 она стоила этот 89 центов сказала не буду говорить в общем на что помню на то и скажу груши купила морковь купила вот такую яйца 329 18 штук крылышки взяла 499 за за килограмм получается стоит 2 упаковочки взяла дальше я бы еще взяла вот такой вот такой он по моему обе что тот 1 99 что этот 1 99 89 по моему вот такой салатик улочки сырки вот такие шестьдесят девять центов три штучки все творожки сырки дальше следующую сейчас сынку достанем и дальше покажу давид попросил пиццу вот такой взяла 329 по моему она стоит вот такой сыр взяла первый раз попробуем вот такой сыр взяла шоколадка мне было сегодня в подарок на прошлой неделе забыла взять на этой неделе взяла потом вот такой сыр взяла мясо суповое вот такое огурчики 750 грамм здесь потом мандаринчики сыр вот такой вот такие от голени в общем от ножек без костей без кожи мяско фаршированное ой фаршированное маринованное вот такие дела вот такой сырок взяла салат вот такой сучук давид любит у меня поджаренный вот это мне сильно было в подарок сметанка вот это вот это тоже было в подарок снички кашка рисовая 2 45 центов или 49 2 ой 2 3 все вместе 3 печенюшки вот такие пацаны пацанам своим так следующую сумку беру фарш говяжий 500 грамм 2 штуки килограмм в общем 125 молоко овсяное две штуки цукини кабачки взяла слива 299 229 бананы ой 2 129 вася обманываю 119 был сегодня авокадо ягоды 400 грамм хлебушек без дрожжевой без муки рыба 7,79 получается 2 рыбки вытянули фарельки грибочки взяла 350 грамм это 750 грамм в месяц вот такие пончики взяла кубничку 1,19 кубника сюда взяла еще одни печеньки и помидорки 3,49 так 3 воды у меня еще 3 упаковки воды и туалетная бумага вот все все мои закупочки как сказала я я заплатила сколько вам сказала 129 по-моему я заплатила ну и бутылки, да, мы все сдала все сложила и ветер утих да, бывает такое ну, все, тачку отвезла еду сейчас домой к мальчишкам все дела переделала а нет, мне еще нужно заехать, заправиться по-моему, сейчас я проезжала, если не подорожала был дизель не сильно дорогой поэтому нужно будет заправиться у меня тем более загорелась сейчас лампочка что что, пора бы уже вот так что, я заправилась 1,55 стоит дизель супер 1,77 и е10 1,71 стоит дизель 1,55 это как бы хорошо радует такая цена на 109 евро я заправилась полный бак вот так вот все, теперь можно ехать домой со спокойной душой что все все дела тут сделаны теперь дома надо дела переделываться сейчас нужно быстренько поужинать что-нибудь приготовить себе мальчишкам то есть что поужинать надо мне приготовить что-нибудь поужинать ну и кое-что там по мелочи поделать все делишки надо Ромку сейчас искупать в ванной там немножко дела тоже есть убраться все, увидимся с вами попозже всем привет у нас уже следующий день я тут занимаюсь делами думаю, надо подключаться все-таки надо снимать сделала Ричи Ричи здоровая все с вами переделала себе педикюрчик вернее у меня его не было я зимой ходила без педикюра сейчас вот сделала думаю, надо уже наверное сейчас теплеет начнет надо делать в общем, сделала себе педикюр в идеале мне еще нужно и маникюр переделать сделать так как вы помните я когда перевешивала шторку я сорвала один ноготь вернее, ну он откололся у меня и теперь он мне мешает да и вообще я хотела уже сделать такой какой-нибудь поярче в общем, все-таки весна хоть и нету такой погоды теплой но хочется уже чего-то яркого уже начала готовить обед сегодня у меня здесь макароны для Романа потом рыбку от форельку зажарила сейчас детям сделаю фиш тепшин эти рыбные палочки пожарю в духовке запеку и ирис варю соусом потом мне еще нужно сходить в душ я сегодня еще не была привести себя в порядок речи привести себя в порядок и у нас сегодня еще по плану нужно будет ехать Давида везти в Монтабаур ну рядом с Монтабауром у него термин как сказать правильно у него назначено время на разговор в общем насчет его учебы поедем потихонечку потихонечку сейчас я быстренько это все обедик приготовлю чтобы он у нас был потом мне нужно будет разбудить Сашу Саша спать лег потому что ему в ночь он сказал я сейчас высплюсь а потом буду делать дела и ну в общем чтобы не ложиться больше я сейчас так лег нужно будет его разбудить он пойдет сегодня Рому забирать наверное не знаю я успею или нет посмотрим вот так вот одну радует у нас там дорогу открыли под мостом такие вот у нас сегодня планы ну все буду дальше готовить увидимся с Даной Рич Рич у тебя мой мальчик золотой да конечно да вот так грызет Рич а спой песенку спой Рич 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 это мое солнышко ты мой хороший сейчас со мной перепевался вместе да перепевка у нас с тобой была Витька но мое солнышко мой красивый мальчик Рич полетели ну что сходила я в душ привелась я немножко в порядок приготовила уже рыбку рыбку я вам по-моему показывала рыбные палочки уже пожарились в духовке или спеклись как правильно сказать рис я сварила соус уже не сделала и салат не сделала но это я потом уже перед перед прям обедом сделаю пришла посылочка мне сейчас открыла ее тут с Амазона открыла что ж там такое коробка вот смотрите квадратненькая прямоугольная ну что ж там такое вроде ничего такого не заказывала вспомнила я заказала Роману баскетбольный мяч пришел в скучном состоянии я почему-то думала что он будет накачан я не знаю никогда не заказывала так онлайн всегда мы покупали в магазинах так никогда не заказывала в общем нужно будет еще Саша тогда сходить в подвал принести насос с этим или взять мячик туда накачать с иголкой специальная в общем у Романа появился интерес к баскетболу наконец-то спустя сколько мы там два с половиной или три года мы ходим уже на баскетбол ну в общем что-то ему начало нравиться в мячик играть но я говорю раз тебе нравится я тебе пишу баскетбольный мяч он говорит да хочу вот он выбрал цвет какой он хочет там было очень много цветов но ему выбрали ну и кстати нам почему-то почему-то или как бы или повезло сказать попался не такой уж дорогой там 16 копейками он стоил потому что другие остальные вот ну там на фоне этих мячей там более и по 30 и по 40 и ну в общем видимо профессиональные или какие но этот именно детский что там с 4 до 8 лет по-моему стоял или с 3 до 8 лет что-то такое в общем ну что он не сильно большой не сильно тяжелый ну как баскетбольный мяч которым они играют в баскетбол здесь так посылочку я распаковала что еще сейчас хочу чаек попить оказалось что у нас отодвинулся наша как я тут торопилась торопилась а потом у Давида спрашиваю оказывается нам на час позже нужно будет ехать на его собеседование или как это назвать ну так так что у меня есть время я еще схожу сама Романа заберу наверное Саша встал что-то походил воды попил и пошел опять я его в принципе не видела я только слышала что он тут ходит я потому что сверху там волосы сушила и этот Давидка был здесь внизу такие дела чайник у меня вскипел сейчас чего-нибудь не знаю даже с фруктиками наверное такой перекус себе устроил потому что ну как бы сильно есть я еще не хочу но в принципе потом уже будет поздно есть не знаю отложу наверное обед на потом посмотрим так что так что одно и то же неохота кушать на улице у нас сегодня вроде как опять ветрено я вот сейчас увидела вроде как думала нормально нет опять ветрено но хотя бы дождя нет уже радует что весна к нам вообще не спешит не торопится кстати мама говорит у них там вообще заморозки начались дожди идут заморозки в Астане вообще показывали что столько снега выпало в общем у них там вообще нам грех жаловаться еще по сравнению с ними с Казахстаном вот так ну все тогда буду пить чай позже подключусь да что я подключалась то собственно я хотела ответить на комментарий сейчас его вот так немножко посветлить хотела ответить на комментарии кто-то из девчонок у меня спрашивал расскажи как ты красилась и какой краской это такой самый популярный вопрос после каждой моей покраски но в этот раз я красилась немножко по-другому не как обычно не обесцвечивала ничего просто я взяла краску я вам тут вставлю фотографию которая краской окрасилась покрасила корни аккуратненько чик-чик-чик корни покрасила и немножечко растушевала чтобы не было вот такого вот что просто корни да покрашены я повернусь сзади посмотрите вот так немножко растушевала их вот так вот получается хвост наверху кончики я не красила никак не задевала их ничего вот у меня какой был такой и остался вот так ну я в принципе практически всегда так и делаю так и крашу все обычно конечно я обесцвечиваю сначала волос а потом закрашиваю затонирую такой так сказать такой темно-пепельный какой-то цвет такой темно-какой-то русый может быть таким цветом но эта краска у меня уже стояла давно я ее как-то купила потому что не было той краски которой я обычно тонирую но я ее взяла она у меня стояла стояла ну и я решила в этот раз покрасить подержала подольше чем обычно держу 40 минут я держала и вот она у меня вот такой эффект в принципе я довольна и девочкам всем огромное спасибо многие написали что тебе очень хорошо что посвежело и лицо как-то ну и оно видите у меня немножко потихонечку уже смывается да он не такой темный как был в первые дни но это ожидаемый эффект у любой краски вот так вот так что девочки ну знаете я бы не не советовала если вы этим никогда не занимались но не советовала может не получиться да краситься ну хотя может и получится там ничего сложного нет но я нет никого не призываю краситься потому что я этим занимаюсь уже много лет я сама крашу волосы поэтому как бы ну у меня рука набита я знаю свой волос как мне и что покрасить так что девчонки ответственность на себя не берут если вдруг у вас что-то не получится я ни при чем вот так вот ну я понимаю да что многие хотят сами покрасить потому что сейчас такие цены в парикмахерских что один раз сходить покраситься как минимум 100 евро выкинешь это минимум просто покраситься а если подстричься и все остальное там все 200 так ну я тоже хочу подстричься все все хочу 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 но я никак не заберусь как соберусь в общем схожу вы увидите так ну все пошла пить чай вышла на улицу так хорошо ветерок утих и солнышко и в машине нагрело так тепло прям хорошо куда собралась за Романом с садика забрать чай сейчас попила так сматеньки захотелось так не пищать сразу такое это состояние я не знаю я вот смотрю на Ромку он как ест вот начинает есть и у него энергия прибавляется прибавляется вот пока там тарелку доел например у него начинает прям прыгать там за столом что энергии столько появляется что как нет такого состояния как у нас с Сашкой с каждой ложкой или там с каждым с каждой вилкой получается так что хочется закрыть глаза и спать хочется просто лечь спать а у него наоборот вот да вот молодой органин говорят же что столько энергии вырабатывает а мы видимо дело идет к старости поэтому поел и хочется полежать поспать так мои дедушка с бабушкой говорили поели надо чтоб жирок завязался полежать вот так вот все в общем Ромку заберу потом попить какая красота я сюда приезжаю когда вот эта вот полянка когда не стриженная пока не подстригли травку очень красиво выглядят ромашки одуванчики красота Ром привет говори привет ребята всем как садики я застрял тут уже застрял давай залазь застрявший тебе помочь выбраться давай машину помыла приятно приятно смотреть это была такая грязная все идем домой ну на сегодня мы с вами будем уже наверное прощаться будем снимать но следующее видео ну нет мы и дальше будем давай закрывай оно уже набралось уже полное видео мы уже со вчерашнего дня его снимаем попрощаемся с вами увидимся в следующем видео и подписывайтесь на мой канал всем пока пока